Украинцы, как и другие православные всего мира, до сих пор праздновали Рождество 7 января. В этом году часть украинцев отмечала этот праздник 25 декабря по разрешению церкви. Кто-то из украинцев решил отмечать этот праздник по старым традициям, а кто-то решил присоединиться к европейцам и праздновать в декабре. Подробности в сюжете Гонде Порнице. В декабре Украинская Православная Церковь впервые разрешила своим общинам отмечать Рождество по западным традициям 24 и 25 декабря, таким образом отделив себя от Московской Православной Церкви. В Украине параллельно действуют две церкви – Киевская Православная Церковь, связанная с Московским Патриархатом, и Вторая Церковь, связанная с Киевским Патриархатом. На тему, когда праздновать Рождество в Украине, очень долго дискутировали. Одни считают, что важно сохранить исторические традиции, что церковь должна быть вне политики, другие же считают, что нельзя посещать церковь Московского Патриархата, который поддерживает войну. – Многие, кого я спрашиваю, многие справляют и так, и так. – То есть, и двадцать, и третий? – Да, потому что молодые, например, наши ровесники, они справляют уже больше по… – Современно. – А вот, например, моя мама, бабушка, дедушки, они привыкли так, и как бы традиции никто не собирается нарушать, и получается… Я думаю, что в семьях это все как бы получается созидать и скомпоновывать вместе. – Я как-то все равно еще не могу перейти, может быть, мои дети будут уже праздновать с 24 декабря, но для меня традиционно все-таки есть празднование с 6 на 7, так как праздновали мои бабушки, дедушки, прабабушки. Украинцы надеются на то, что реформа в отношении даты празднования Рождества будет постепенной и будет носить добровольный характер. Проживающие в Венсполсе украинцы 6 января собрались в семейном кругу, а те, у кого семьи далеко, встретились на организованном Ириной Губарчук ужине, которое приготовили все вместе. – Христос народился. Сегодня уже можно сказать такую фразу, потому что мы повечерили украинскую родину в нашей дружной украинской семье. Хочу сказать, чтобы было понятно для всех, традиционная украинская святая вечеря. Сегодня произошла здесь в Венсполсе за украинским общим столом. Мне удалось собрать наших деток и показать им еще раз ту традицию украинской культуры, чтобы мы их не забывали. Пока Украинская Православная Церковь определяет дату празднования Рождества, в семьях беженцев рождаются новые традиции, но при этом сохраняются и старые. Они наряжаются, читают молитвы, на столе обязательно ставят 12 блюд и до полуночи едят только те блюда, в которых нет мяса. Грибы, капуста, вареники, грибная подлива. У нас на Львовщине, говорят, матчинка. Просто лук пережаренный поливается. Капуста, капуста квашеная, фасоль, ленигрет, рыба. Первое, что мы готовим, это кутю. Это рис с разными сладостями. Оно обязательно сладкое. Каждый регион готовит по-своему. Ну, а вообще это общенациональное главное блюдо на Рождество. Насчет кутю еще такой момент. У нас кутю носят своим крестным родителям. То есть, например, крестная мама, крестная папа. И наша традиция принести им кутю. Да, и вот мы приносим им кутю и таким образом тоже присоединяемся. То есть сначала мы все сели за стол, пообедали, а потом мы идем в гости к крестным родителям. Наши национальные блюда, с чего мы начинаем вечерю, это кутя, которая делается из пшеницы. Ну, так же, у каждого региона есть свой подход к приготовлению кути. Пшеница, мак перетерт, мед, изюм, орехи, халва добавляют. Кому-то нравится с халвой. Вот это все. Тирается и получается кутя. Сегодня вы попробуете. У нас на столе есть кутя. Пшеницу прислали с Украины. В украинских народных традициях есть и калятки, согласно которым ряжные дети ходят из дома в дом, калидуют и получают угощение. У нас есть такая традиция, что вся семья должна собраться до 6 часов вечера, когда первая звезда появляется на небе. То есть, когда появилась первая звезда, Иисус появился, ну, новость об Иисусе появилась, что Он родился. И вот вся семья, они должны собраться вместе для того, чтобы праздновать вот эту вот традицию. Заканчивается Великий пост, и уже в это время можно начинать, как бы, кушать мясные, да, рыбные блюда. И вот мы собираемся, можно помолиться, то есть это правильно, чтобы мы помолились, поздравили друг друга, то есть мы говорим, Христос рождается, и ответ должен быть славимо Его. О дате празднования Рождества еще будут решать. Правительство Украины и Киевский Патриархат считают, что Рождество должно объединять, а не разобщать людей. Самые большие противоречия этот вопрос вызвал среди людей старшего поколения. Моржевание или зимнее плавание – это форма закаливания организма, при которой человек купается зимой в открытых водоемах. Если вода еще не покрылась льдом, то она считается холодной. Если же лед образовался, то ледяной. Именно в ледяную воду окунались участники прошедшего в субботу в Венсполсе слета моржей. Наша съемочная группа с восторгом наблюдала со стороны. Мехой любителям искупаться зимой в открытом водоеме. Несколько десятков так называемых моржей с разных мест Латвии собрались в прошедшую субботу на грибной базе дампели в Венсполсе на слете любителей зимнего плавания. Эта встреча единомышленников проходит ежегодно. Правда, обычно собираются больше участников. Видать, в этот раз погодные условия кого-то все-таки напугали. Но те, кто собрались, прекрасно провели время. Для начала были приветственные речи и обязательная развлекательная программа, задача которой была хорошенько разогреться перед тем, как отправиться в реку. А что может быть лучше, чем танцы и подвижные игры? С 1 января, во-первых, мы собираемся. Это у нас такая традиция новогодняя. 1 января мы собираемся на море. А вот в этот раз мы собрались, потому что у нас слет. Мы пригласили гостей. Всем очень здесь понравилось. У нас такое шикарное мероприятие. Все танцевали, все веселились, купались, в бане парились, в кублах грелись. Прекрасно. Вся семья моржей, можно сказать, зимние пловцы – это все как одна большая семья. И мы с удовольствием к ним тоже ездим и дружим. Прежде чем окунаться в воду, пришлось расчистить воду ото льда, освободив небольшое пространство для купания. И вот настал долгожданный для участников момент – само купание. Никто не ежился от холода и даже, наоборот, все радостно шли в студеную воду. Вода супер. Мы закалялись, начиная с июня. Каждый день ходили плавать. Хотим быть здоровыми и крепкими. И если постепенно приучаешь себя к прохладной воде, то не ощущаешь холода, заходя в воду сейчас. Опыт зимнего плавания у каждого разный. Кто-то уже занимается 10 лет, кто-то только недавно присоединился к моржам. Но все в один голос говорят о том, насколько изменилась их жизнь в результате нового увлечения. Пусть к нам приходит молодежь, чтобы такие же тоже были все здоровые, веселые, жизнерадостные и оптимистичные. Потому что это здоровье, это бодрость, это продление нашей интересной жизни. И очень многие из наших моржей, они не готовились тоже. Это именно было такое спонтанное какое-то чувство, что ты хочешь попробовать, и ты просто заходишь, пробуешь, тебе нравится, и ты потом продолжаешь этим заниматься. Какие изменения заметила? Стало сильнее здоровье, ну хотя у меня не было никаких сильных проблем, но все равно я меньше болею простудными заболеваниями, ну и лучше настроение. Ну это еще может потому, что мы как одна большая семья. Мы приходим, у нас свои какие-то шутки, прибаутки, мы все время радуемся. Ну очень нравится этот день, когда мы встречаемся все вместе. В какой-то мере холодная вода мобилизирует. Ты понимаешь, что тебе каждый день надо заходить в эту воду. Кроме того, мы ощущаем, что мы становимся стройнее, ведь калории сжигаются, и организм принимает другую, более приятную форму. Нервная система приводится в порядок, кровеносные сосуды, иммунитет становится крепче. И главное, те, кто занимаются зимним плаванием, они в основном все бодрые и положительно настроены. В этот раз в Венспилсе собрались любители зимнего плавания из Риги, Салдуса, Лепе и Кулдыге. Ежегодный Венспилс Тилтум сделает сравнительный анализ расчетов и составляет сравнительный акт, который рассылает своим клиентам, чтобы убедиться, что взаиморасчеты правильно отражены в бухгалтерском учете. Если сумма баланса на конец 2022 года отличается от указанной в счет фактуре, то следует связаться с абонентским отделом предприятия Венспилс Салдумс, позвонив по телефону 636-00-800 или отправить информацию на адрес электронной почты Уже третий год подряд Венспилское общество немецкой культуры реализует проект под названием «Усадьбы вчера и сегодня». Идея его создания пришла 4 года назад руководителю общества немецкой культуры Маре Крауле, когда она решила с единомышленниками посетить усадьбы Венспилского и Талсинского края. В Венспилском крае они нашли три усадьбы, а в Талсинском посетили девять. Таким образом появилась идея создать календарь. Мы создали календарь под названием «Усадьбы вчера и сегодня». Почему именно такое название? Мы выбирали действующие в наши дни усадьбы, где сейчас находятся школы или музеи. Участники Венспилского общества немецкой культуры поехали в эти усадьбы и ознакомились с их историей. Во всех усадьбах нас сопровождали гиды, которые рассказывали и показывали намного интересного. А мы, в свою очередь, фотографировали и создали календарь. 12 месяцев и истории 12 усадеб. Каждый месяц посвящен одной усадьбе и состоит из двух частей. В одной части мы видим историю в фотографиях и кратком описании. А вторая часть посвящена нашим дням и рассказу о том, что сейчас находится в усадьбе. 2021 год был посвящен Венспилскому и Талстинскому краю. Усадьбы Кулдагского края можно было увидеть в календаре 2022 года. А новый календарь 2023 года расскажет нам о усадьбах Тукумского края. Такой календарь хочется сохранить на долгие годы, как исторический документ. В Тукумском крае усадеб, которые по сей день существуют, больше, чем 12. Из них мы выбрали 12. Нам потребовалось три дня, чтобы их посетить. В одну поездку мы могли посетить четыре усадьбы. Мы встречали там потрясающих людей, очень отзывчивых. Дети и молодежь также проявили большой интерес к созданию этого проекта. Они присоединились к поездкам в усадьбы, а их фотографии, которые были сделаны во время экскурсий, использованы в календаре. Уже известно, что следующий год будет посвящен Елговскому краю. Мы являемся участниками Венспилского общества немецкой культуры, и нам нужно знать немецкую историю в Латвии. Это возможность не только узнать историю, но и популяризировать ее. Проект реализован при поддержке Министерства внутренних дел Германии. Это все события на сегодня. Я с вами прощаюсь. До новых встреч!